Подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. Обладателями грантов на общую сумму более 1 миллиона рублей стали два проекта Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского университета. Все подробности далее. Первый проект посвящен профилактике неприязни и предвзятого отношений между молодыми людьми в университетской среде. Автором выступила заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Екатерина Панкова. Как показал те события, которые произошли на днях в Казани, у молодежи тема насилия, дискриминации по различным этническим группам, каким-то политическим даже в том числе, очень высока. И мы за то, чтобы сформировать у студентов толерантное поведение и мышление. Эти задачи будут решаться с помощью антидискриминационных комиксов. Такой игровой формат эффективнее, чем обычные профилактические беседы. Так, кураторы академических групп после специального обучения будут проводить занятия со студентами, преимущественно первокурсниками. Потому что они приходят со школы к нам, они еще не социализированы, не адаптированы в университетской среде, и их необходимо адаптировать. Второй проект, выигравший грант, это слет студенческих медиа-центров Казанского университета под названием «Медиакэмп». Автором выступает руководитель студенческого медиа-центра «Нетехнарь» Алсу Зарипова. Необходимость такого объединения возникла из-за того, что в Казанском университете есть не только крупные, но и малые студенческие медиа-центры, нуждающиеся в поддержке. Мы хотим провести, прежде всего, обучение, вообще каким образом работать в пространстве социальных сетей со студентами, каким образом вообще выстраивать имидж института, то есть каким образом студенческие медиа-центры могут помочь в том, чтобы выполнить вот такую важнейшую миссию в университете. По словам Екатерины Панковой, проекты будут реализованы уже до конца этого года. Диана Желенкова, Ленарда Влетьяров, Универньюс.